Значит, закон принят только в втором чтении, еще в третьем чтении он не принят, это еще не закон, это законопроект. Считаю, что такой закон нужен, это мировая практика, это действенный механизм по защите прав, которые гарантируют Конституцию на свободу слова и вероисповедания. Многие критики, которые начинают критиковать и говорить о том, что этот закон будет неким карательным механизмом, они даже не читали и не понимают вообще, о чем идет речь. Раз. Второе. Путают бытовое понимание некоторых терминов, которые содержатся в этих нормах, и юридическое понятие. В законе четко, ясно прописано, что наказываться сроком реальным до одного года будут те лица, которые публично, умышленно совершают действия с целью оскорбления религиозных чувств. Причем эти действия выражающие явное неуважение к обществу. И если эти действия совершаются в местах специально отведенных для богослужений, для обрядов, церемоний, то в данном случае речь уже идет о более серьезных санкциях до трех лет лишения свободы. Для того, чтобы эта статья была применена, надо еще постараться. И те критики, которые сегодня говорят, что по ней могут привлекаться верующие, которые будут говорить, что Бог есть, оскорбляя тем самым атеистов, это совершенно не имеет никакого отношения к закону. Или пришел без косынки в храм, или мусульманину сказал, что есть Бог, а не Аллах. Это просто демагогия, это совершенно не юридическое понимание того, что написано в проекте закона сегодня. Поэтому для того, чтобы эти статьи были применены, это надо еще постараться. А такие статьи нужны, потому что мы видим, что антирелигиозные выходки, они стали уже не только на территории страны в последнее время неким таким желанием дестабилизировать ситуацию, привлечь внимание и создать некую шумиху, придав еще политический оттенок этой шумихе. Но и мы видим, что то же самое происходит и в Европе, и в Ватикане, и в Париже, и в Америке, когда пытались осквернить Коран, выпустить фильм на пророка Мухаммеда, предполагая и зная, какая будет реакция со стороны мусульманской общественности.